Немного грустно, потому что еще лето, дети хотят гулять, наслаждаться хорошей погодой, потому что от этого зависит не только образование вашего ребенка, а контингент детей, с которыми родители, с которыми будет общаться, среда. Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать вновь на мой канал. Я Илона. Сегодня у нас будет достаточно интересное для многих видео на тему того, как же в Соединенных Штатах Америки дети идут первый раз в первый класс. Я уверена, что для тех, кто живет в США, эта тема не новая, люди знакомы с этим прекрасно, и у кого есть дети, но тем не менее, хотела отметить, что есть большое различие между школами, между районами, между штатами, тем не менее, и опыт у всех разный, все зависит от очень многих факторов. Мой ребенок пошел не в первый класс, это называется киндергарден, если мы переводим, это получается детский сад. На самом деле, здесь киндергарден – это не детский сад, это как нулевка. И так как у нас единственный ребенок, ребенок пяти лет, пяти с небольшим, то для нас это вообще первый опыт, вообще похода в школу, все для нас новое, а тем более новое знакомство с системой школ в Соединенных Штатах Америки. Хочется отметить прежде всего, что дети идут в школу по районам, и поэтому родители, я об этом говорила в своих предыдущих видео, родители заботятся заранее о том, чтобы поселиться в хорошем районе, заплатить, переплатить, может быть, за дом в хорошем районе, чтобы ребенок имел возможность пойти в бесплатную паблик-скул. Паблик-скул – это как государственная школа. Если, тем не менее, это не удалось сделать, или вы можете жить в прекрасном районе, но, тем не менее, рейтинг школ в этом районе не очень высокий, у вас есть возможность отдать ребенка в частную школу. Частная школа – это отдельная категория школ, опыт тоже у всех разный. Кто имел дело с частными школами, не всегда позитивный, потому что частные школы, как правило, очень строгие, очень жесткие, особенно католические школы, и это, конечно, подходит не для всех детей и не для всех родителей. Вот у меня есть подруга, у которой был опыт того, когда ребенок ходил в частную школу, католическую школу, и опыт был очень неприятный, несмотря на то, что у нее девочка просто ангелочек маленький. Почему это так важно – ходить в хорошую школу? Потому что от этого зависит не только образование вашего ребенка, контингент детей, с которыми родители, с которыми будут общаться, среда, в которой он будет находиться. И в дальнейшем, конечно, рейтинг школы имеет огромное значение, когда ребенок подает в различные университеты, с точки зрения того, насколько хорошо он подготовлен, насколько высоки у него оценки, и насколько высокий рейтинг у этой конкретной школы. Ну, предположим, что все вопросы уже решены, и ваш ребенок уже готов пойти в школу. Значит, после того, как ребенок заканчивает детский сад, если он туда ходил, как правило, это происходит почти в 5 лет или в 5 с небольшим, как получилось с нашим ребенком, вы подаете по месту жительства, это совершенно бесплатно, заявление в школы, которое у вас по району. Вы можете подать и в другие школы, но, тем не менее, примут вас или нет, зависит от того, сколько детей подало в этом году. Если у них есть, предположим, дефицит школьников, то вас вполне могут принять в этом районе, то есть общий район ваш, но если школа, как говорится, не привязана конкретно к вашему адресу, если там мест нет, то вы автоматически попадаете в ту школу, которая привязана к вашему конкретному адресу. В различных штатах Соединенных Штатов Америки школы начинаются в разное время. У нас Южный Штат, Штат НСИ и школы начинаются в середине августа, что, конечно, в моем понимании немного грустно, потому что еще лето, дети хотят гулять, наслаждаться хорошей погодой, хотя у нас хорошая погода продолжается и весь сентябрь, и даже октябрь, такое прохладненькое лето уже даже в октябре, но, тем не менее, для нас, советских людей, кто привык ходить 1 сентября, первый раз в первый класс, в середине августа пойти в школу кажется кощунством. Но, тем не менее, даже есть здесь, в США, школы, где обучение начинается и с 1 сентября, и даже с середины сентября. Все зависит от штата и от данных конкретных школ. В связи с чем это происходит? Почему они предпочитают раньше начинать обучение? Ну вот я слышала такую версию, что в связи с тем, что бывает так, что плохая погода, и в плохую погоду дети не могут ходить в школу, плохая погода, это, как правило, снежные заносы, обледенение, что для нас, для советских людей, вовсе не плохая погода, да? Я жила в Москве, и мы в любую погоду ходили в школу, но если только там минус 30, тогда некоторые дни мы пропускали. Вот, и так как дети будут пропускать, они отстанут от программы, вот такая концепция. Кстати, школьные каникулы тоже не очень часто, в моем понимании, то есть школьные каникулы здесь у нас будут неделя в октябре, потом несколько дней перед Thanksgiving, Днем Благодарения, несколько дней перед Крисмосом, Рождеством, весенние и, собственно, и все. Вот так. Еще что меня поразило, то что пятилетний ребенок идет в школу, вот в нулевку, первый раз, и занятие у нас начинается с 8.30, и в 4 часа ребенок на школьном автобусе приезжает домой, то есть это очень длинный день, при этом они не спят там, да? А дети этого возраста привыкли днем еще пока спать. Если они не спят, то они компризные, они недовольные, у них портится настроение, ну вот так. И для нас на начальном этапе, вот до сих пор, после нескольких недель, до сих пор эта проблема стоит, потому что ребенок приходит недовольный, сонный, а класть его спать в пятом часу уже нет смысла, потому что вставать надо в 7 утра, чтобы садиться на школьный автобусе и успеть. До того, как мы 1 сентября пошли в школу, за несколько недель нам стали приходить и мэллы, о том, как это будет, встречи с учителем, встречи с родителями, ну в общем, пошли мы на нашу первую встречу с родителями. А несколько месяцев назад, кстати, извините, забыла сказать, за несколько месяцев вообще, то есть это было в конце апреля, значит, детям организовали такую экскурсию на школьном автобусе, дети с родителем приехали на остановку, нас забрал в школьный автобус, он нас прокатил немножечко, затем мы зашли в школу, нас ознакомили с различными комнатами, где какие занятия, какая вообще устроена школа, и детей и родителей, то есть было вот такое мероприятие. Затем примерно за несколько недель было, назовем это так, родительское собрание без детей. Значит, пришли родители, пообщались с учителем конкретным, потому что имя учителя мы не знали до последнего момента, пообщались с учителем, и учителя выбираются, тоже хотела отметить, не знаю по какому признаку, то есть вот так нам повезло, что нам попалась та учительница, которая нам с первого взгляда понравилась вот на ознакомительной экскурсии, то есть я не знала никого, поймите меня правильно, у меня не было никакого опыта. Все, что я знала, есть у меня подруги, у которых детей ходили в эту школу, и вообще подруги, у которых детей уже старше ходили в США в школу, они со мной делились опытом, этот опыт был очень-очень ценный, вот, и вот на основании этого все мои знания и формировались, да, о том, какая школа в Соединенных Штатах Америки, чего нам ожидать. Так вот, когда мы пришли на знакомство с учительницей, родители, что еще меня удивило, да, вот вообще тема дресс-код. В Соединенных Штатах Америки вообще дресс-код достаточно важная часть жизни, если вы работаете в офисах, да, но тем не менее в обычной жизни американцы, они совершенно не придерживаются почти никогда дресс-кода. В чем это выражается? Значит, мы пошли на встречу с учителем и с родителями, и в моем представлении, если вы меня спросите, то есть одежда, в которой я делаю домоуборку, да, и вышла на улицу коврики вытряхнуть, есть одежда, в которой я хожу на работу, так как я работаю в госпитале, это униформа, есть одежда, в которой я хожу в магазин, есть одежда, в которой я хожу на мероприятия различные, есть вечерняя одежда, ну, она мне особо часто не нужна, бывает, потому что я на такие мероприятия хожу исключительно редко. Но тем не менее, значит, как я оделась? Я одела обычное платье, то есть оно не слишком нарядное, ну, платье, в котором я могу выйти в магазин, приятное, нормальное платье, вот, и в моем понимании мужчина должен одеть рубашку, брюки или рубашку пола и брюки, ну, примерно вот так, в моем понимании родители должны прийти на встречу с учителем и с другими родителями. Что я видела в школе? Значит, когда мы только подходили в школе, я увидела вереницу родителей, значит, как они были одеты. Например, спортивные короткие трусы, это женщина, кроссовки на босу ногу с такими полузавязанными, полуразвязанными шнурками не первой свежести, мятая бесформенная футболка. И вот в таком виде мама шла на встречу с учительницей и другими родителями. Ну, папы соответствующие, не все, не все, но большинство. Некоторые родители были одеты более официально, я думаю, в связи с тем, что они предполагали потом идти на работу, вот, поэтому они были несколько более официально одеты, ну, вот, примерно, как мы, но таких меньшинство. В общем, учительница нам понравилась, у нее было 20 лет стажа профессионального, очень приятное, вот, с первого взгляда, очень-очень приятное у нас было впечатление. Некоторым попались учителя, которые, ну, вот, например, одним нашим знакомым, американцам, попалась учительница, она только из колледжа. И мама говорит, мама молодая, поймите меня правильно, мы все-таки зрелые родители, у нас пятилетний ребенок, а молодая мама, которая, может быть, лет 35, она говорит, какой кошмар, она только из колледжа вышла, что она может дать моему ребенку? Я говорю, вы знаете, вы не переживайте, дело все в том, что, возможно, она даже в лучшем контакте будет с детьми, чем более старшие учителя. Ну, я пыталась ее успокоить, конечно. Я не говорю, что плохая учительница, я просто говорю о том, что вот учительницы разные. Ну, вот, нам, как мне кажется, повезло, не знаю, посмотрим, что будет дальше. Ну, вот такая учительница, очень приятная, очень хорошо держалась, вообще, американцы, они приятно держатся, очень доброжелательно, очень естественно. Ну, в общем, приятно. Она нам рассказала, как примерно, что будет проходить, формат уроков, значит, у них уроки основные, вот с этим преподавателем. Также у них есть раз в неделю это музыка, раз в неделю арт, изобразительное искусство, два раза в неделю у них физкультура, но я буду вот говорить ближе к нашим понятиям. И что-то еще есть. Ну, это плюс к основным занятиям. Это математика, это правописание и так далее. Я вам позже продемонстрирую, как это все происходит. Еще хотела сказать, вот 1 сентября в нашем понимании, как мы это представляем, я помню, мое 1 сентября, каждый год, это торжественно, все красиво одеты, все с цветами, то есть здесь такого нет, но, по крайней мере, в нашем штате, в этой школе такого я не видела. Здесь, значит, 1 сентября, но это было не 1 сентября, конечно, то есть одна неделя была, ребенок пошел два раза на несколько часов, то есть ему дали возможность адаптироваться. Значит, родители привезли детей на автомобилях, нас сопроводили в школу с детьми, и мы имели возможность провести детей в класс и там оставить ребенка. Ну, потом мы вышли. Вот, это вот единственный раз, когда нам это было позволено. Дети были одеты тоже на удивление. Вот, я своему ребенку стараюсь в школу все-таки одевать, там, рубашечку или, там, рубашечку пола, шортики, так как у нас жара, шортики. Ну, все это, там, кроссовочки, туфельки, носочки, то есть какой-то дресс-код соблюдать, да, но, тем не менее, многие дети были одеты в майки, такие спортивные трусы, при том, каждый день я это вижу, и даже вижу так, что некоторые дети, вот он в той же майке, на следующий день идет в школу, на майке пятна. То есть я понимаю, что ребенок здесь ни при чем, но вот я слежу за этим. Я при тем, как отправить ребенка в школу, если он поел, я ему переодену рубашку, если там пятна, да. А такое впечатление, что ребенок пошел, сам оделся, и мама как-то к этому совершенно спокойно отнеслась, что на нем мятая майка с пятнами, ну, ее это как-то и не волнует. И еще раз говорю о том, что есть родители, которые за этим, конечно, следят, я не хочу сказать, что везде так. Кстати, во многих частных школах там есть дресс-код, не просто дресс-код, а есть форма. В этой школе и во многих американских школах формы нет, в государственных школах, а в частных школах есть форма, которую ты должен купить, которую ты должен надевать, там с этим очень-очень строго. Я не выступаю за форму, я отношусь совершенно нормально к тому, что формы нет, но, тем не менее, я считаю, в моем понимании, какой-то дресс-код для ребенка все-таки должен существовать, ну, по крайней мере, ребенок должен с ранних лет приучаться к тому, чтобы быть опрятно одетым, чтобы цвета гармонировали одеждой между собой. Пусть это будет самая простая одежда, но, тем не менее, она должна быть в соответствующем состоянии. Потому что я считаю, что это все формирует в дальнейшем ребенка, его характер, его аккуратность, его отношение к вещам и так далее. Кстати, в детском саду у нас была форма. Кроме летних месяцев ребенок надевал форму. И ребенок ходил в детский сад несколько раз в неделю, не каждый день. Это сеть детских садов, очень хорошая. И именно там он научился английскому, потому что дома мы принципиально не разговариваем на английском, только на русском мы пытаемся поддерживать у ребенка язык, чтобы он знал хотя бы несколько языков. Нам бы хотелось, чтобы ребенок вообще знал больше языков. И всем известно, что у ребенка будет первый язык английский, вот это будет его главный язык. И чем больше языков он будет знать, тем лучше. К тому же мы говорим на русском языке дома, поэтому с детства мы жили в России, мы армяне, но мы жили в России, я жила в России. Мы говорили на русском языке, это основной язык был всегда. Поэтому я бы не хотела со своим ребенком говорить на иностранном для меня языке, вот в повседневной жизни. Сейчас я вам покажу, чем занимаются дети на уроках. Вот каждый день есть папочка с именем моего ребенка. В этой папочке можно также послать учителю какую-то записку. Она вам ответит, либо e-mail, либо через эту записку, если вам срочно что-то нужно ей сказать, какая-то связь. И она посылает то, чем они занимались в школе, а также домашние задания буквально минимальные. Вот, например, занимались в школе, они вот считали на этом дереве сколько таких вот птичек. И наверху на каждом листе их просят написать их имя. Читают. Вот такой самый простой счет. Потом что интересного было. Ну вот, например, каким образом сравнить количество животных здесь и здесь. Они чертили такие вертикальные линии, например, раз, два, три, оставалось два. Значит, здесь на два животных медведя больше, чем в предыдущем ряду. И задаются вопросы, как сравнить, как посчитать. Вот заставляет их мыслить. Я не знаю, как сейчас занимаются в начальных классах в Советском Союзе, поэтому напишите мне. Но то, что я вижу здесь в США, мы, конечно, занимались по другим программам. Потом пишут вот такие вот, видите, закрашивают елу, желтый. И у ребенка закрепляется, да, в голове, что елу – это желтый. Делают вот такие различные подделки обезьянки. Ну, много интересного они делают. На музыке различные песенки. Это школа бесплатная. Они, конечно, приветствуют пожертвования, но, тем не менее, изначально, если это паблик-скул, то она бесплатная. «My color yellow book». Вот желтая книжка. Сзади, например, их просили сюда приклеить все, что может быть желтым, а сюда все, что не может быть желтым никак по природе своей. Потом такое задание нам дали на месяц. Сказали, вот, например, сделайте вот такие квадратики. Да, у нас, вернее, учительница дала, вырежьте. И чтобы ребенок мог произносить слова, читать слова, писать слова сам. И также придумывать предложения из этих слов. Вот так. А еще, кстати, интересное было задание. Вот, на сентябрь она сказала, это на месяц задание вам. Ну, плюс к тому, что каждый день, ну, каждый день буквально там одна страничка минимальная. В основном они все делают в школе сами. Вот у нас здесь цифры, вот такие, да, у нас здесь цифры. Притом цифры не по порядку. 2, 3, 4, 5, 6, потом 9, 10. Некоторые по порядку, некоторые нет. И засечь минуту, и чтобы ребенок за минуту прочитал название этих цифр, да, смог сказать. И я даже усложнила, я сделала свой вариант с более сложными цифрами. Ребенок у меня сразу уложился в минуту. Но мы еще, конечно, над этим поработаем. Сзади еще мы до этого не дошли, тоже что-то интересное есть. Вот примерно так, друзья. Конечно, это не все. Конечно, я с вами буду делиться еще интересной информацией. Может быть, для кого-то она окажется полезной, потому что еще есть много чего, что я хотела бы рассказать. Но это видео конкретно я буду уже завершать. Вот, и ждите последующих видео, потому что мы с вами еще об этом поговорим. Я буду делиться своими впечатлениями. Вы поделитесь своими впечатлениями, своими мыслями. Расскажите о своем опыте. Я буду этому признательна. Мне интересно, как вообще это происходит в различных странах. Потому что я уверена, что у каждого свой есть интересный опыт, и он будет интересен нам всем. А сейчас я покажу несколько кадров о том, как это было, кадры из того, что уже произошло, какие-то кадры, относящиеся к школьной жизни. Прощаюсь с вами, желаю вам всего-всего наилучшего. С вами была Илона. Не забывайте подписываться и ставить лайки. До новых встреч. И самое главное, чтобы наши дети были здоровы, в безопасности. Нам нужно жить в мире, в согласии, быть толерантными друг к другу. И тогда будет мир. Я очень-очень на это надеюсь. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok